И сегодня у нас в гостях участники шоу Лёд и Пламень, певица Наталья Подольская и олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин. Доброе утро, дорогие друзья. Слышала я, что в этом шоу фигуристы покажут себя не только на льду. Это так? Ну не будем до конца раскрывать все секреты. Скажу только одно, что это что-то такое непонятное до конца даже нам. Ну должно быть очень интересно. И такое интригующее название этого шоу Лёд и Пламень. Максим, почему так? Наверное, со льдом всем всё понятно, а пламень это некое новое действие, в котором предстоит попробовать свои силы не только профессионалам ледовым, но и... Ну и другим звёздам. Как я понимаю, страсти там уже на тренировках кипят нешуточные. Все наши тренировки проходят очень эмоционально, потому что лично для меня это что-то новое. И лёд, какое-то волшебство происходит на льду. Я человек, который не стоял практически на коньках. В детстве дедушка водил нас с сёстрами на каток. И причём это были коньки, не цельным коньком, ботинком, а коньки, которые мешками пристёгивались к зимней обуви. Да, это я помню. Да, и вот я это запомнила. И так вот мы детками все друг за другом по кругу на двух ножках ездили и катались. Максим, но ведь это же такая ответственность, не катающаяся подольская. Сделать из неё катающуюся фигуристку, это же очень сложно. Сложно, но возможно. Наверное, самое сложное добиться от человека то, что он тебе поверил. То, что ты ему говоришь, что это будет легко, красиво. И нужно сделать вот так, чтобы она поверила и действительно преодолела этот страх. Наташа, ты не такая доверчивая, между прочим. А что вы сделали, чтобы она поверила? Я как раз очень доверчивая. Я очень доверяю. Это только первое впечатление, Наташа. Хорошо. Я надеверяю, но проверяю. Мы же познакомились буквально недавно и ещё друг друга плохо знаем. И надо внутреннее такое комфортное состояние. Ну хорошо, хотя бы знаки зодиака у вас совпадают? Нет. А кто? Да. Каждый из вас. Да, нет, вот началось. Вот оно начало. А я сейчас объясню. Дело в том, что Максим, как и мой муж, по гороскопу Овин. И если Овин говорит, если телец, а я телец, если телец говорит да, то Овин обязательно скажет нет. Это правило. О, значит тебе уже привычно. Мне так комфортно. Здорово. Наташа, ты будешь петь в новом шоу? Предполагаешь? Посмотрим. Шоу только начинается, всё впереди. Друзья мои, ваши пожелания телезрителей перед премьерой шоу «Лёд и пламень»? Такого вы ещё не видели. Мы вас будем удивлять, радовать и будем удивляться сами. Ну а для всех поклонников фигурного катания, я думаю, что будет интересно посмотреть это шоу, поскольку фигуристы предстанут в новом качестве, в том, в котором мы ещё, в общем-то, никогда, нигде не показывались. Поэтому смотрите на первом канале шоу «Лёд и пламень». Да, вы заинтриговали. Огромное вам спасибо. Мы все будем с большим нетерпением ждать начала шоу и, конечно, смотреть. Удачи вам и победы. Спасибо. Наша программа подошла к завершению. И мне остаётся попрощаться с вами, пожелать вам только хорошего настроения и, конечно, удачного дня. Доброе утро. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok